Доброе, доброе всем утро! Экспертами в живописи этим утром будут специалисты из Государственной Российской Академии Живописи Воями Изучества. Доброе утро! Доброе утро! Что это за выставка и вот в чем ее такая ценность? Это студенческая выставка. Вот это да! Ребята, студенты решили показать свои работы, объединились в компанию, небольшое объединение. И решили поставить... Название «Профиль». Не может быть. Профиль? Чей профиль? Профиль, профиль. Парсиональная жила. А что это у нас в таком месте? Специальная аппаратура? Да, да, да. Все, все схвачено. Так, а из чего мы начнем наш осмотр? А, давайте пройдем туда, мы спалим. Мы посмотрим, что... Нет, смотри, тут люди занимаются делом, мы же им будем мешать, наверное, они так тут тихо сидят. Тихо сидят, а то же вообще... Тихо сидят. Так, вот мы тут уже подходим к первым работам. Боже мой, боже мой, какой русский пейзаж. Тишина работает. Тишина. Виталик Играф, он называется, он Тишина. По-моему, в этой работе... Очень удачное название, потому что именно вот здесь, в государственной библиотеке мне Ленину нужно вести себя очень тихо, правда? Да, да, да. Вот как-нибудь так сказать, наверное, это специально для этого зала, интернет-зала и писалось эта работа. Наверное, да. Какое пространство, в этом есть... А тут еще есть лошадь. А, это лошадь, вот это да. Здорово. Тишина. Это в 2000 году написано, наверное, что вы говорите? Она написана с натуры. С натуры? Здорово. Что тут у нас? Зима. Зимой написано. Максим Халцкий. Тишина. Тишина зимой, да? Зимний лес, но в принципе настроение передает тишину. Тоже очень полезно видеть эту работу здесь, в интернет-зале государственной библиотеки имени Ленина. Дальше идем. Тишина, вот туристы написано. Вот это да. Урал. Урал. Это прямо на Урале писалось? Да, естественно. Все написано. Не может быть. А вот сам Мистер. Доброе утро. Здравствуйте. Неужели это вот действительно писалось на Урале? Да, на Урале. А каким образом вы работали вот над этим маленьким шедевром? Вы можете подойти к картине и рассказать нам, как это все происходило? Тихо, тихо, тихо. А, да, нужно же вести сиботеку, ведь мы в зале государственной библиотеки имени Ленина. Это вообще какое время года? Ну, это конец лета. Вот я в одну руку взял кисточку, в другую палитру и написал этот пейзаж. То есть это начало учебного года, как раз пик посещаемости в этом интернет-зале библиотеки имени Ленина. Здорово. А кто там вот вдалеке идет? Вдалеке мать. Ну, родственник. Родственник? Ну, не знаю, родственник. А вот все художники часто пишут своих родственников? Конечно, часто. Ну, как, написать портрет матери или отца, это, наверное, обязательно, уважаемые художники. Вот здорово, повезло, наверное. Ну, просто не писал уже портрет своих родственников. Да. Вот, если вас заинтересует, я могу немножко рассказать обо нашем объединении. Вот. Объединение существует... Совсем не... Возникло совсем недавно. Вот, объединились студенты разных факультетов, вот, и... Нет, разных курсов, не разных факультетов, разных курсов. Разных факультетов там... Есть студенты первого курса, есть студенты второго курса, третьего курса. Просто какой-то товарищ, это передвижник художественных рисковок. Ну, пока они двигаются только по академии, ой, по библиотеке. Библиотеке Виндия Ленина, большинство. В разных залах. Да, в разных залах. Передвижники библиотеки. Да? Да, да. Я надеюсь, они будут в другом месте, мы сделали на нашей работе. И, может быть, действительно, когда-нибудь поедут в другие города. Но это начало, это только лишь вторая выставка. У каждого художника-предвижника свой такой яркий личностный какой-то талант, своя тема. Вот какая Ваша тема в творчестве? Моя тема? Урал, наверное. Нет? Да, и Урал тоже. Ну вот что интересно смотреть из жизни, выбирать и переносить на холст? Ну мне кажется, в жизни всё интересно. Если Вы посмотрите, тематика работы совершенно разнообразная, то есть ребят между портретами, пейзажами, царморты, то есть абсолютно всё. Всё через что можно рассказать о красоте окружающего мира, мне кажется, всё является темой для творчества. Здесь ещё есть Ваша работа в этом интернет-зале? Да, есть работа. Это где? А, нам нужно спуститься вниз. Да, да. Тут специальные какие-то съёмки ведутся фотографические. Да, мы фотографируем свои работы на память. Потрясающе, конечно, их уже потом просто распродадут куда-то. Ну да, в общем-то... Очень важно во время сфотографировать свою работу, да? Безусловно, безусловно. Это очень обязательное качество. Вот это да. Ну так и что мы будем смотреть дальше. Мне кажется, стоит посмотреть работу всех участников в объединение, потому что, как я уже говорил, совершенно разнообразная тематика. В нашем объединении ребята с первых курсов, со вторых курсов. То есть все курсы академии, как вы можете увидеть здесь перед вами. А вот объясните мне такое, что... Вот Илья Сергеевич, когда смотрит пейзажные всякие работы, он так подошёл к одному и говорит, что это за арбатная живопись такая? Как вот отличить арбатную живопись от не арбатной? Оно более коммерческого вида, наверное. Арбатная? Да, и менее написано с душой и любовью. А вот как душу-то увидеть? А вот это вот вы написали? Это написано, да, я. Это Алтай. Алтай. Вы там были, да? Я от подорода. М-м-м, здорово. А как вот душу-то увидеть такие? А вот как увидеть душу, я не знаю. Нет, ну на самом деле, на самом деле, душа, она есть и в работах пейнетистов, отвечает, отвечает. Подход профессиональный от работ академических, от работ арбатных, от работ, ну, скажем, от работ любителей. Вот, поэтому и название первоначальное нашего дни, но существовало как бы выражение слова «профи», производное от слова «профи-профессионал». Вот, работая в направлении академической живописи, как раз мы стараемся вкладывать душу с помощью всех своих знаний, которые мы получаем в академии живописи-воемедучного. Да, это нас и отличает от таких непрофессионалов, чьи работы находятся в академии живописи-воемедучном, на Крымском. Душа, они тоже свои работают. Но если чему... Делают это непрофессионально. Непрофессионально. Это дилетантство. Да, а когда человек подходит не мастерски, не мастерски сесть на качество работы другой. Всё, что нас отличает. Ну, здесь вот так много работ. Давайте мы подойдём к ним и посмотрим, что же там дальше. И вы мне объясняете, где там душа вложена, где там профессионально, потому что они ничего не понимают. Итак, мы спускаемся непосредственно в интернет-зал, чтобы мешать тем, кто этим ударом пришёл сюда, выкачивать какую-то информацию из компьютеров и продолжаем наш осмотр. Вот. Потрясающе. Выгодная торговля. Это кто прям торгует? Восточная лавка, где продают всякие украшения азиатские. И кто? Это с натуры опять же писалось? Это писалось, да, с натуры. С натуры, безусловно, да. Позировали на турщике. Очень много часов. Да. Но работает очень быстро, поэтому потратил не так уж много времени. Но по самой задумке очень интересная работа. И по колориту всё очень с германером. Это постановка в Академии живописи. И написано с большим профессионализмом. Вот о чём мы сейчас только что говорим. Это акварель. Здорово. Вам нравится эта штука? Да, очень. Тем более акварель очень сложный тип. А, это ещё и акварель? Да, да. Вот это да. А что? Ну, какой натюрморт. Это того же автора. Да. Это его домашний дом. А, это яблоки Сурала. Видимо, да. Здорово. Он поставил натюрморт у себя дома. И его написал. А где вот проще работается? Дома или в мастерской? Ой, это, наверное, зависит от каждого. Ну, от индивидуальности. Ну, вот ваша индивидуальность к чему склоняется? Я лучше работаю в мастерской. А вы? У меня, на самом деле, всё зависит от картины и от настроения. Потому что иногда очень большие картины удобнее, естественно, писать в мастерской. Потому что мастерская большая, есть отход и все условия. А какие-то личные такие вещи, которые надо выдерживать, никому не показывать до окончания, лучше писать дома. Ну, тут как бы всё в подходе. Это, наверное, как кино и телевизор. Потому что телевизор никто внимательно смотреть не будет и сосредотачиваться на телевизионных программах. А кино – это некая соборность такая. Эти зрители специально приходят для того, чтобы посмотреть и подстричаться с искусством. Правда? Совершенно точно. Здорово. Так, а что это за потрясающая роза стоит у нас в супвазе? Ой. Это тоже ваша работа? Где вы увидели эту розу? Розу? Розу я купила, поставила в вазочку. Сколько стоит вот такая роза? Не так уж дорого. На киевском рынке 25 рублей. Ну, обычная роза, она же завянет, и всё, это искусство, и оно будет жить вечное. И оно уже стоит, конечно же, не 25 рублей. Ну, да. Вот вы обладаете уникальным даром обессмертивания живых увядающих предметов. Может быть, это и было поводом написать, чтобы такую красивую розу, впечатлившую меня, поставить навеки на Сан-Халстане. Здорово. А что дальше у нас тут? О, какой монастырь. Это что за монастырь? Это Суздаль. Это Суздаль. Спаса Ефиниф монастырь. И как долго вы его наблюдали, писали? Очень долгое время, потому что вечер длится буквально полчаса, и сразу наступает ночь, поэтому мне приходилось несколько вечеров подряд писать или пейзаж. Большое количество комаров у меня разно мешало, но я терпела, и так как очень красивое состояние. Да, в таком же состоянии очень много комаров, действительно. Да, к сожалению. Какие мелкие приходится испытывать, для того, чтобы написать такую вещь? Да, на пленере он будет. Ну, как вам эта работа? По-моему, очень хорошо ты на настроение в этой работе, и колористическое решение очень приятное. То есть, вот впечатление, что находишься прямо на пленере. То есть, очень точно. Да, я чувствую, как кусают меня комары, так хочется отмахнуться от них. Ну, действительно, просто вот такое вот ощущение, правда? Мы ещё хотели сказать насчёт тех, кто хотели всё узнать, какие же всё-таки продажные сюжеты такие. Да, 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 да. Вот здесь как раз выбил момент, когда такой совершенно необычный, он длится всего трёх. Да, да, да. Это режим, режим. Да. На Крымском был, там, стандартный набор сюжета, там, солнышко, дерево, скверечка, всё это очень гладенько написано. А здесь, вот, здесь настроение, ощущение. Здесь больших затрат труда. Такой пейзаж сложнее написать, потому что состояние длится очень короткое время. Угу. И с натуры тем более. А сюжеты коммерческого плана, они написаны в мастерской, и может быть, испортят. А почему это коммерческое? Неужели вот этот пейзаж не будет иметь коммерческого успеха? Не, ну, естественно, он будет иметь свою стоимость. А что это у нас за Анна Павлова здесь? У зеркала. Ну, из кого вы её писали? Это с натуры. Это в государственном эпидемиологическом Большом театре России. Я не знаю, откуда была девушка, но она профессиональная балерина, и она позировала в портретной мастерской, и я её написала. С дома. Когда я ещё была на первом-втором курсе, я попросилась к Леониду Михасьянову и написала в YouTube. Большое ей спасибо. Ну что ж, продолжим наш утренний обход в интернет-зале в Российской государственной библиотеке имени Ленина. Так, что у нас здесь за живопистое? Ну, золотые шары. Это я писала на термор дома у родителей. А почему золотые шары? А так называются цветы. Да, это цветы, я думаю, это осенние красотечные листья. Нет, такие цветы, они шарообразная форма. Где такие растут на алтаре? Они растут, видите, где их поставят. Да, вот это да, ну здорово, такое настроение. А это какой-то макроной под вазочкой, да? Или как это называется? Да, да, да. Это такой коврик небольшой, который плетётся из ниток. Вы увлекаетесь вязанием плетения? Нет, это не я делала. Ну здорово, как у вас ощущения от этой картины? Мне больше хотелось вот об этой работе сказать. А что, ага, вот эта вот московская волка. Его почему-то я вот видел, что их несколько раз подряд забирали в художники для своих работ. И их встречал. Они независимые руками приходили. И вот именно одно и то же место? Это, по-моему, где-то около рождесят. Это печать. Наверное, они знали, что скоро это снесут, и это будет и нечистость. По-моему, это до сих пор стоит. Да. Да, это до сих пор стоит, и я тоже не раз походила. Ну вот когда снесут, картина поднимется в цену. Да, может быть. Надеемся, это не подойдёт. Угу. То есть это где находится? Печатник. Печатник. Вот печатник от такой вот старинной архитектуры. Да, да, да. Ещё до сих пор сохранились старые здания. И как интересно написано, прям вот где у вас можно увидеть. Как эта техника называется? Не знаю, пастузный мазок, может быть. Да, у нас Иван Кириллов любит такую живопись. И там тоже проходили много работы мерки. Он тоже очень постойный. Он хорошо чувствует цветы, и у него тонкий колорит. Здорово. Мне очень нравится его живопись. Угу. Тут у нас что? Какие его пейзажи ещё? А, вон там две лошади. Давайте их рассмотрим поподробнее. Да. Кто там на лошадях? Идите вперёд и приведите меня к ней. Кто там на лошадях? У нас где будет шанс, так вот скажешь. У нас как красивенько уже. Не может быть. Да. Действительно это он написал? Да. Это он написал. Не могу в это поверить. И кто там у нас этим утром на лошадях в парке, на утренней гимнастике? Он написал в Царицыно. Это в Царицыно? Да. Это в Царицыно? Это в Царицынский мостик. И мостик там до сих пор этот остался? Ну, он, честно говоря, уже ещё больше разрушился. То есть это было тема летом написана. Сейчас он практически изгнил. И вообще вот эти вот две девушки, которые на лошадях, то есть это я в жизни наблюдал этот сюжет, они подъехали к мостику и в какой-то момент они не решились через него ехать, потому что, говорит, одна другой сказала, поедем к нему через мостик, который мы знаем, а они уехали, так и не переехав через этот мостик. И таким образом у меня вот родилась идея написать эту картину. Вот. То есть они... То есть это даже что-то такое вот, быть или не быть. Вот в чём вопрос, переехать или нет. Да? Да, видимо. Это космическое значение. Стоят и сомневаются. Вот что мне нравится в этой картине, что действительно не просто какой-то момент запечатлён, а какая-то смена человеческих настроений, вот какой-то большой колоссальный подтекст, что вот прям чувствуешь, вот переехать этот мостик или нет. Наверное, они просто думают, выйдешь это будет или нет, потому что он уже такой станет. И в этот момент закончился большой трагедией для них. Да, вероятно, они разрушение мостиков этим летом уже предчувствовали. Ну, наверное. Но этим летом они уже не перейдут точно. Наверное, да. Не знаю. То есть его надо реставрировать уже. То есть этого мостика уже может не существовать через год совсем. А вот это уже где-то, наверное, август, потому что вот листва... Да, да. Это уже в августе, летом я писал. А вот эти девушки и лошади, они специально позировали или это вот было какое-то мгновение, вы запомнили и написали? Ну, это было мгновение, да. Но я писал этюд в это время ещё, как бы, вот, без лошадей. А лошадей я уже потом, как бы, из головы... А, то есть они сначала шли пешком и думали, переступить человек мостик или нет? Я писал этюд с натуры без лошадей. Они подъехали на лошадях и не решились переехать, и уехали на другом мостику. А я, как бы, всё это просто пронаблюдал в жизни и потом отразил на картине. Но был этюд материал, который был... То есть я написал этюд с натуры, вот, солнечное само состояние. Угу. А вот лошади, они уже, как бы, выдуманы, получается. Ах, ну, а там в чём дело? Хотя всё это было видено в жизни. А как лошади этим зовут? Ну, я, честно говоря, не уточнял, потому что пообщаться я с ними не успел. Единственное, что, вот, идея картины, вот, я её предложил как-то. Но эти действия происходят в нашем мире, потому что вот я вижу спортивные костюмы какие-то, это всё вот... Чем летом, то есть? В прошлом летом. Время действия в 2000-х год. Да, действительно. Как вам эта композиция? Мне нравится она, вот, живописная манера, такая свежая. По-моему, это отличает от многих работ. А вот если разбирать по полочкам эту картина, скажем, вот, отдельно композиция оценивается, да? Отдельно что оценивается ещё? В живописе рисунок. В живописе рисунок. В живописе рисунок. Так, что мы ставим здесь по композиции? Не, ну, служит здесь лёгкий. Тут три, по-моему. Или два, так сказать. Вопросы композиции тут не очень ставят. Что бы вы поставили по композиции? А, за эту работу? Четыре. Четыре? Четыре. Ну, если это четыре, то там надо ставить шесть. К счастью, оценки не ставятся отдельно. Просто человеку или нравится, им не нравится. Какой рисунок? Рисунок, хороший рисунок. Ага, вы хотите, чтобы оценка поставили? Да. Ну, хорошо. Композиция, рисунок и что ещё? А, живопись. Жилопись. А как одно другого? Как ищите, я не могу понять. Жилопись, это цвет. А, живопись, это цвет. Да. Рисунок это? Рисунок это? Рисунок это? Рисунок это линия, форма. Линия и форма? Объём. 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 Ну, это всё, что... А композиция? А композиция это размещение общих масс в пространстве. В холсте. В холсте. А, то есть вот лошади вот именно здесь, а не вот здесь. Да, да, да. Или вот там. Да, да, да. Ну, какая-то здесь. Да, и идея. Мне даже кажется, что вот этих лошадей, как мистер вписал своего царевича Дмитрия сверху, то же самое и тут выписано как-то необычно, да? Не, ну там действительно есть пригоры, с которого я на всё это смотрел. То есть есть возмещение. Это же царица, оно отличается от достаточно неровной местности. Там есть низины, где как раз вот, вот, где этот мостик, там же притекает речушка, а потом всё это перерастает в большое озеро. Здесь это как бы начало. Может быть, Симон ещё хотел показать красоту Царицынского парка, поэтому он закомпоновал фигуру внизу, а там дальше показал парк. Ну, вообще ему свойственно вверху оставлять много воздуха, будь то небо или какое-то пространство такое, да? Да. Опасное, это реально. Мы пройдём дальше и посмотрим, что же у нас есть ещё. Золотистый натюрморт. Это какая-то опасная тема. С утра. У меня тоже. С утра не знаю. А это что тут? От чего эти бутылки здесь? Открытных напиток или нет? Это после тяжелой ночи. Нет. Ну, не знаю. Просто красивая форма бутылки. И не обязательно они из-под спиртных напитков. Одна разница. Практически антикварные бутылки, поэтому тут уже не важно из чего они. Просто красота, необычность. И не похожи на малоголландцев. А что они за такие газетные обрезки висят? Ну, это не газетные обрезки. Это иллюстрации рисунков и живописей. То есть, ну, это иллюстрации, которые по пятну и по идее самого натюрморста дополняют содержание. То есть, они там неспроста все. Ну, это пускай лучше автор они. Ну, вот мне кажется, все-таки как-то вверху мало пространства, мало воздуха. А, то есть, я отличаюсь с датями от тем, что помещаю объект посередине. Ну, каждому свойство что-то свое. Ну, здорово. А это что за такой широкий формат? Орехи. Матюрморцы орехами. Андрей Трямкин. Он сейчас учится в пейзажной мастерской. Он любитель таких очень простых и наполненных какой-то, может быть, лирикой натюрмортов. Он любит писать орехи, корзинки, кавушинчики и так далее. Здорово. Что там дальше у нас? Дальше у нас мы продолжаем интермортную тему, да? А вот, кстати, Андрей, можете его показать. Это автор стиха орехов. Чего? Да. А вы говорили, как будто его здесь нет, что он в эти минуты где-то учится. А я его не замечала. Ах, вот оно что. Так давайте поподробнее мы поговорим про эти орехи. Тем более, время завтракать как раз то, что надо. Я очень люблю писать интерморт. Понимаете? Но, правда, словно интерморт, как бы, я недолюблю. Потому что, в том числе, в французском, это означает «мертвое натуре». Мне ближе подходит голландское «Штерлайбон». То есть «Тихая жизнь». Когда, как бы, ну, предмет оккупается мистическим таким воздухом. Там все, как бы, потихонечку шепчется. И в данной работе я старался тоже вот это показать. А почему выбрал вот такой вот формат, очень такой продолговатый? Ну, здесь вот самая особь вот этих орехов продиктовала такой композиции. А вот почему здесь орехи-орехи и гранаты? Ну, вот эта композиция работает в такой степени мистической. Если здесь посмотреть, то здесь 12 орех и один орех растет. А-а-а. И вот такие вот смертные мысли от себя влаживаю. Здорово. Да. То есть все ведь не случайно. Да. Как интересно. Видите, какой глубокий смысл. А вы мне ничего про это не сказали. А-а-а. Я не знала. А-а-а. И мы сейчас продолжим рассматривать натюрморты. А-а-а. Я так смотрю, большой специалист именно под натюрмортом. Потому что так придумают вот орехи расположить. Это просто таки здорово. Ну, он давно этим занимается. Угу. У него не один человек. У него не один человек. Хочел же. Вот учение. Шесть лет. Это ужасно. Это тоже с Алтая. Нет, в Сурала. Это — да, в Сурало. Это распределённая. Ну, потрясающе. А тут в чём мистический смысл? Это тоже аквариен. Рустамы. Сейчас эту технику мало кто пользует. И тем более, если пишут какие-то такие быстрые тюни. А это довольно законченная работа. Такая техника, один раз ошибся уже, чтобы исправить. Он там сейчас стоит и волнуется, переживает, что мы рассматриваем его картину. Там большой роль имеет импровизация непосредственно. На вас это можно писать день-два, долго. Переписывать, переписывать заново, что-то исправлять. Можно даже дополнить новыми предметами. А здесь как-то закомпоновался он еще. Сдохло. Так, осень в Архангельске. Какое несчастье. Да, очень жаль. Ну теперь скажите вот для него, что это такое. И с чем это едят. Это пейзаж. Мне его нравится в очень приятном лирическом настроении. Какая кличка чувствуется во всеми всадницами, во всеми, а в царицей? Ну, вообще, это усадьба в Архангельском. Но у меня там в моей картине, оно скорее не лирично, скорее более такое радостное. Хотя идея там у меня такая, она дуалистичная. А здесь скорее такое спокойствие передается, ну то есть вот картину передает настроение спокойствию такого. Но в то же время очень глубока по содержанию, мне кажется. То есть в данном случае форма соответствует содержанию. И очень по колориту она очень приятная. То есть очень много художественных достоинств, которые именно приятно рассматривать в этой работе. Если вы будете когда-нибудь, как Илья Сергеевич, руководить Российской Академией Живой Тесево и Неизучиткой, то вашим студентам очень повезет. Потому что вы так трепетно относитесь к этим живописным работам. И вам свойственно видеть все хорошее в этих работах, в отличие от Ильи Сергеевича. А, в Крымских горах. Потрясающе. А что тут главное? Где главные герои? Главные куски. Здесь нет главных героев. Здесь я пытался не дать настроение, но по-моему в этой работе у меня это не очень удалось. Ну то есть я тут отношусь достаточно критично к своей работе. Вот. А вообще я просто... Это же какой-то росток, который вырос буквально на камнях. Ну вообще там очень каменистая почва, то есть пока ходишь, очень... То есть это сила жизни, сила природы, которая через камень пробилась и там что-то выросло, да? В принципе, это действительно верная идея. Но его, наверное, больше все-таки привлекал простор. Кучевые облака, несущиеся над горами. Вот небо особо. Небо. Небо, дали. Эти блики солнца, которые бегают по соседним горам. А где блики-то? То тени, то солнечные пятна. Потрясающе. А теперь давайте перейдем к следующей работе Рустема. Это Матюрмольд. Там не очень много материалов. О, а что там написано? Он у нас, понимаешь, к вере, называемый Ислам. И в исламской традиции есть делать надписи на термортов. Что там написано? Что там написано? Ревидирус там. Там написано, значит, о том, что... Это как бы написано на арабском языке. Вот. Бог велик. Вот. С именем Всевышнего Милостя Милосердного. И первая сура Корана. Сура Фатиха, сура Открывающая. Которая как бы содержит в себе весь смысл учения Ислама. Вот. Потому что художник, на мой взгляд, мне кажется, со мной согласятся и все остальные ребята, это прежде всего, как бы, это человек, который, может быть, лучше других видя, ту красоту, которая окружает нас. Вот. Исходя из своей задачи. Передать все это и донести в ту чистоте, которую он сам воспринимает, другим людям. То есть через свои работы, может быть, даже чуть больше радости принести в жизнь. Вот. Может, тем самым, облегчить жизнь людей. Вот. Вот так. Мы прямо это чувствуем, вот, когда созерцаем, вот эту потрясающую композицию, действительно здорово. Просто по-настоящему здорово, не так ли? Да, действительно, очень. Мне вот в этой работе очень нравится календаристическое решение и очень оригинальное композиционное. То есть зритель, когда воспринимает эту картину, он, как бы, туда, его так всасывает в пространство, то есть ход такой очень интересно найденный. Вот. То есть очень много словит от качества. Да, я тоже считаю, что очень удачно закомпонован оригинально. Это потрясающий слов нет. Действительно. Ну, если не дошла, то допустим, она еще не закончена. Она не закончена? Да. И когда же он по ночам, что ли, дописывает? А, это я не знаю. Он сам собирается ее закончить. Она еще не закончена? Что? Картина еще не закончена? Картина? Ну, вот, например, в чем польза таких выставок? Вот. В контрасте с другими работами посмотреть свою работу, увидеть недостатки. И потом их исправить. Мы, как правило, работаем в своих комнатах. Они небольшие, то есть отход. Художникам необходим просто расстояние, чтобы, если работа ведется в большом формате, ее необходимо рассматривать и анализировать состояние. И может быть даже соседствие с другими работами, другой обстановки, другой атмосферой. Может быть, другими глазами, глазами зрителей оцениться на собственную работу. А это возможно только при проведении вот таких выставок, где мы все вместе выставляясь, воспринимаем друг друга уже именно с позиции зрителя. Потому что, когда рядом работают двоих сокурсников или ребят, которые тоже занимаются творчеством, тут у тебя взгляд меняется, и ты воспринимаешь под другим углом и достаточно критически подходишь к восприятию своего творчества. Ну, давайте быстренько закончим наш осмотр. Вы мне вкратце расскажите, что тут еще, и мы потом самое главное обсудим, что здесь больше всего понравилось из всего. Значит, здесь дорога на приезд. Это уже Алтай-Тайга. Это там, наверное, какие-то флажеры. Да, на приезд. Ага. Вот на тем он стыд. Это потрясающе, действительно. Там прям схлопнуло. Тихий плеск. Приблажался. Ну, сдохло. Что это у нас? Отголоски прошлых. А что это за усадьба такая? Это усадьба, по-моему, графа Голицын, это в Пенске. А может, у него вернее бывший? А где он? Он здесь? Какая-то сразу не настроена, какие-то. Скажите нам, пожалуйста, несколько слов, вот где писалась эта усадьба? Что это за усадьба? Усадьба – это имени Голицына. Сейчас она очень в задушном состоянии. Именно это меня и привлекло. Когда вы писали эту картину? Писал я в прошлом году. То есть она действительно, она живом вся разрушена, но вот в этом как бы и суть этой картины, да, что вот? Ну, само название, по-моему, очень чётко говорит об идее, то есть что автор очень выражает свою позицию к тому, что усадьба разрушена, и что он душой болеет за то, чтобы восстановили отголоски прошлого, то есть его интересует история, по всей видимости, судя по названию. И он неравнодушен вообще к тому, что сейчас происходит в жизни нашей. Да, точно. Я думаю, что по всей стране наблюдается именно такое состояние. То есть всё, что создавалось веками, вся красота, вся мощь. Разрушается. Да, в течение каких-то сто лет разрушена Россия, буквально. Слами разрушена. А между прочим, на этой утрате писал такой знаменитый художник, как Борис Аплосовский. Его лирические картинами, музыкальные, именно здесь большинство. Это и все. История, она настолько вносит себе ценности, и забывать про историю в прошлом. Это, я не знаю, это грех. Ну, здорово просто. И что у нас тут ещё? Черно. На мой взгляд, у него есть две столицы. А, ну здорово. И? И не насти. Так, ну вот будем считать, что мы всё уже посмотрели. И сейчас... Да, всё. И каким же образом вы спросите, что идея сделать здесь такую выставку оригинальную в интернет-зале Государственной Российской библиотеки? Ну, великолепный зал, который был открыт 2 года назад при помощи фирмы французской, которая сделала нам вот этот большой ремонт достаточно. Сделала вот эти вот великолепные антрисы, которые отличают наш зал. Скажите мне, а что вам здесь больше всего запомнилось из-за каких картины, понравилось? Вы знаете, как-то душой, я прикидываю, в этой картине «Садница. Конная прогулка». Конная прогулка. А что вам в ней так понравилось? Скорее всего, наверное, на лошади. Ну, вообще, милая картина, которая, наверное, украсила бы интернет. Жилья такая, камерная картина. То есть она способствует вот какому-то хорошему настроению, которое возникает в этом зале? Наверное. Ещё она мне понравилась тем, видимо, что она как-то деляется. Это правда отряда на системе другой техники создана. А чем она выделяется? Ну, кажется, техникой другой, видимо. А вот что ещё вы о ней такое можете сказать? Что ещё я не могу сказать? Прямо скажем, она не идеальна. Да, отнюдь. Да. Ну, мы её как-то немножко далеко стали разбирать. Сейчас бы здесь картина смотрит. Вблизи, на более близкого расстояния. На более близкого расстояния. Под отделённым углом. И тогда бы мы с Валей могли чётко обсуждать, что мне понравилось. Видимо, настроение. Давайте подойдём к ней. Ну, попробуем. И обсудим. И поставим жирную точку. Это действительно легко прислать. А сколько здесь письмо как-то стоит? Кажется, что полегче. Да. Ну, много равно столько, сколько. Считали, да. Это мы, когда будем организовывать выносы, это достаточно серьёзное мероприятие. Выносы картины в наших. У нас режимы предприятия, где всё очень охраняется. То есть это очень сложный процесс? Ну, сложный. Процесс сложный, да. Организация. Вносы, выносы и так далее. Красный цвет. Титровая гамма нравится. Конная прогулка. Да, там саняка... А, где саняцей? Дверь. Да. Знаете, вот так я вблизи-то её не рассматривала. А если ли она производит приятные очень впечатления, вблизи, наверное, её надо поменьше рассматривать. У неё есть определённое расстояние, с которым... Зря мы фотошли. ...сёх метров, да. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Это было просто потрясающе. И мы, надеюсь, воспользуемся вот этим потрясающим приглашением и придём к вам вновь. Спасибо. Спасибо. Приходите. Всегда рад вас видеть. Спасибо. 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 Спасибо.